Доброе утро! На часах 8 часов, а на календаре 31 декабря. А что это значит? Это значит, что уже в эту ночь будет наступать Новый год, и все готовят столы к этому празднику. Готовят тазики оливье, разных салатов. А зачем это готовят, непонятно. Ведь все равно все это остается. А куда девается, вот это уж загадка природы. А кстати, я знаю на этот вопрос ответ. И какой же? Ну, они готовят так много, чтобы на ночь наесться, проснуться в обед и не кушать. Да, здорово придумано. А бывают и такие люди, в основном мужчины, которые забывают про подарки и вспоминают это, конечно же, в последний момент. И вот, как раз мы видим, что пробегает сзади нас молодой мужчина, который вспомнил, что надо покупать подарки своим детям и близким. И вот, он побежал к прилавку, пытается его открыть, но, конечно же, не получается, потому что утро. А ты уже купил новогодний подарок? Ну, конечно. А как съесть весь тазик оливье, вы узнаете после рекламы. Здравствуйте, сегодня замечательный день, 1 июня, День защиты детей. Сегодня можно поздравить и взрослых, и детей, и мужчин, и женщин, потому что они тоже когда-то были с детьми, правильно? Конечно. Ну, конечно, можно поздравить. Я думаю, чтобы все были рады, когда они были с детьми, пришли в садик, покушали конфеты, утренник. Это была бы такая радость. Конечно, я думаю. Ну, конечно, было-была. Я тоже так думаю, потому что это очень хороший праздник. Защищают детей. 1 июня, первый день лета. Какая радость. Правильно? Конечно. Ну, да. Конечно, правильно. Ведь сегодня лето, теплее стало, солнышко появилось, бабочки порхают. Не то, что осень. Правильно. Правильно. Да. Да. Скорее всего, правильно. Потому что сегодня День защиты детей. Вы сделали очень правильно, что включили сегодня телевизоры. 1 июня. До свидания. Всем привет. С вами программа «Доброе утро». И мы ее ведущие Юлия Малова и Ксюша Козлова. Сегодня утро 1 сентября. Многие отправятся в школу. Для кого-то оно будет не очень радостным. А для первоклассчик, скорее всего, самым веселым днем в их жизни. Потому что родители порадуют их чем-нибудь. Я очень хорошо помню, как я, когда хотела пойти в первый класс, встала в 5 утра и обманула маму, что сейчас в 7 утра. Да, была не очень хорошая шутка, и мы опять легли спать. Ну ты и шутница. А я помню, когда пришла в школу, нам выдали учебники. И я думала, что никогда в жизни не смогу поднять такой портфель. А я наоборот любила учиться. Любила все эти новые тетради, книжки. Да, как же это здорово. Да, если у вас есть дети, постарайтесь порадовать их чем-нибудь. Например, отвезти в парк или подарить подарок. Мы желаем вам прекрасного дня, утра. Готовьте завтрак, просыпайтесь и увидимся после рекламы. Всем доброго дня. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня 8 марта. Поздравляем мам, бабушек и детей. Сегодня 8 марта. Мужчины поздравляют женщин, сёстр, бабушек и прабабушек. Это праздник всех женщин. А ты бы что мне подарил? Мне очень интересно. Я не знаю. Я не знаю. Это сюрприз. Но я очень хочу посмотреть. Ладно, я тебе это вечером скажу. А ты бы что хотел хоть одной девочке подарить на 8 марта? Розу. А как её звали? Ну, Даша, Арина, Кира. По-любому можно сделать. А вы, дорогие телезрители, включайте каждое утро телевизор и смотрите канал Доброе Утро. Все мужчины, не забывайте, женщинам сегодня надо дарить подарки и конфеты. Всё. С вами была программа Доброе Утро. Всем пока! Всем привет! Это программа Доброе Утро. И сегодня у нас 9 мая. А вы знаете, что за праздник 9 мая? Что? Это праздник всех военных и ветеранов, всех, кто служили на войне. Так, получается, 9 мая – это День Победы? Ну да. И поэтому мы поздравляем всех ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Ну, а сейчас мы расскажем вам очень хорошую новость. Сегодня состоится парад на заливе. Приходите! Там будут мастера Великой Отечественной войны. Парад будет нескучным и к тому же бесплатным. Приходите! Торопитесь! Он будет всего 3 недели. Там будут все виды военной техники и все виды людей, которые срочат на войне. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!